Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет пиво из КБ новое, ну лично для меня два из них так точно вижу впервые значит вот такой вот интересной бутылки пива под названием Wind Modern или как-то так, тут по-русски не дается расшифровка названия такая вот вытянутая бутылка чем-то эти хамовники напоминает, согласитесь ну я как бы бутылку увидел, такой, о, прикольно беру, но и взял потом пиво Holsten думаю для многих известно, оно продается не только в КБ это такое стандартное пиво, однако я его как-то не пил и вот тем более версию lights как вот это вот никогда не пробовал и третье пиво, ну надеюсь будет самое интересное потому что с этим заводом я никогда не сталкивался и их продукцию не пробовал в отличие от вот этих двух а вот изготовитель ООО Борихинский пивзавод вот Алтайский край, Олейский район, поселок Бориха или Бориха, я не знаю вот, это уже изготовитель, то есть из Алтая ну что-то я не помню такой вот поселок, Бориха там типа поэтому интересно значит, ну давайте, наверное, с него и начнем в составе у нас вода, солод, светлый, хмель, дрожжи экстрактивность 11, алкоголь и 4 градуса ровно ну то есть такое, достаточно легенькое вот, срок годности у него, кстати, 180 суток а не год, как обычно это у нас, получается, светлое, фильтрованное, пастеризованное вот, чек они мне не дали, как обычно не знаю, почему-то в КБ не любят чеки давать иногда их прям, а, тут вроде открывается иногда их прям приходится выпрашивать чтобы они чеки эти давали и то говорят иногда, не, нету то бумага закончилась, то еще что-то а мне-то для обзоров так-то, ну, надо знать ну ладно до могу сказать, все, пиво с сегодняшнего обзора оно до 100 рублей это, наверное, самое главное, в принципе вот, поэтому точно я не помню, сколько оно стоило ну, рублей, не знаю, может 60 запах, кстати, такой достаточно, знаете, неплохой достаточно прям насыщенный и такой рож, знаете, вот прям такие прям злаки чувствуются, хмель, солод, естественно да, то есть запах пивной, ничего лишнего и он такой достаточно насыщенный ну, знаете, в принципе, для пива из КБ дешевого как бы запах очень неплохой газов, правда, много, пены почти нет но выглядит следующим образом давайте попробуем ну, знаете, ничего так у него, правда, послевкусие такое бодяжное но это ты не сразу чувствуешь а так в целом то есть это как момент там такой идет вот водянистость такая вот, а так в целом достаточно плотный насыщенный он вкус ну, пивной как бы, да ну, вы знаете, получше, чем жигулевская из магнита ну, вот эта стандартная, которая с оранжевой, там, желтой этикеткой вы поняли вот, типа, ну, вот это получше будет и здесь как бы травы никакой не чувствуется как там во вкусе горечи тоже нет знаете, такой намек легкий какой-то есть именно намек на самой горечи как бы нет то есть оно в целом так приятно идет вот, и газов хоть как бы на вид их много но как бы по факту нормально то есть ничего такого там не разрывает блин, ну, не знаю мне, в принципе, понравилось вот конечно, чувствуется, ну, вот так сказать простота, бюджетность всего продукта но я хочу сказать, что это в целом неплохо это типично но это неплохо мне оно, в принципе, зашло так, давайте идти дальше ну, давайте Холстен попробуем Холстен Лайт делать его Балтика в составе у нас конкретно это Самарское пиво ну, из Самарской Балтики значит, вода солод ячменный ячмен пивоваренных мельпродукты содовый экстракт экстрактивность 9,5 алкоголя 4,2 ну, то есть тоже такое легенькое ну, собственно, и написано Лайт здесь 0,45 объем срок годности у него ровно год стоило опять же, я точно не помню ну, прям очень дешево там то ли 40 рублей то ли 45 что-то такое вот давайте попробуем я, честно говоря не помню пил ли я вообще Холстен или нет он сто лет продается как бы, да в этих ну, в магазинах разных обычных там, варяках продуктовых но я вот что-то прям даже не помню пил я его или нет но вот такой точно нет обычно продается в зеленой такой зелено-белой этикетка если я не ошибаюсь а вот именно такой вот золотистый я ни разу не видел выглядит следующим образом ну, на вид прям вот что так что так видите то есть оно прям очень прозрачное все как бы никакой плотности ну, зато пена хоть чуть-чуть но образуется да, в том пиве предыдущем и вообще не было на самом деле насчет пены это все условно больше зависит от стакана вы видите какими я стаканами пью у меня просто здесь ну, я решил не заморачиваться зачем мне вот это сейчас как я делаю когда я с квартиры снимаю эти достаю там стаканы стеклянные вот это вот все ну, типа на самом деле пойдут такие пластиковые они, кстати не сказать, что одноразовые они из плотного пластика объем 200 миллилитров вот здесь даже черта есть и как бы я их мою потом и опять использую почему бы и нет вот так что на самом деле пену здесь смотреть особо не нужно это еще от стакана зависит от того как ты наливаешь так что вот я думаю если его разболтать и сюда же налить то пена там шуранет запах запах стандартный опять же ну, пивной запах все что, повторяться не буду плюс-минус похоже на предыдущее пиво но у того запах знаете, как рожь вот что-то такое прям злаки хорошо так ощущается здесь есть уже более привычный запах такого простенького недорогого пива ну, не знаю прям вода вот прям водички попил не, вы знаете вот на контрасте вот оно в нем нет ничего плохого во вкусе но вкус пивной запах пивной ну, прям настолько простенько все и неинтересно плюс еще как вот как будто водой разбавлено поэтому, ну, блин вот после Борихинского вот этот Хольстен мне показался ну, совсем уж водянистым а так не, ну, опять же пиво, блин за 40 рублей ну, то есть пить это можно как, в принципе большая часть пива из КБ как я уже понял я уже большинство их, наверное, перепробовал это ну, такое себе вот ну, иногда встречаются варианты прям типа 387 которые прям вау хотя, опять же кому как ну, лично мне нравится допустим там, Балтика двойка ну, хотя это не чисто КБшное пиво но, все равно вот типа ну, она зато дешевая понимаешь и некоторая пить ну, не рекомендуется вообще говно а некоторые вполне себе ничего вот типа Хольстен это и не совсем говно ну, и и как бы ну, и ничего так не могу вот так сказать то есть ну, прям вот простенько я не знаю ну, как в Жигулевской только травы тоже не чувствуется трава, вернее наверное, только в Жигулевском ее чувствуют и то не во всем а только вот это пластиковое которое огромное продается везде ладно идем дальше интересная интересная бутылочка неровно наклеена наклеечка но, да ладно бог с ним пиво тоже недорогое не помню сколько оно стоит но, до сотки 5 градусов 13% экстрактивность здесь у нас мельница изображена антмолен ой, прошу прощаю винтмолен как-то так дойч стайл лагер а, понятно то есть закос под немцев опять значит в составе солод вода солод кстати ячменный то есть светлый карамельный и хмель вот так вот произнос используем щадящая пастеризация как это щадящее так 5 градусов как я уже сказал ну и делайте его кто бы мог подумать наш любимый ООО Трехсосинский Самара город Самара у Трехсосинского как по мне пиво по большей части это отстой ну реально это очень примитивщина такая но иногда иногда попадаются экземпляры которые в принципе заходят вот здесь тоже у нас получается отвинчивается ух ты со звуком прям как стильно так красиво Трехсосинского как топило ну не очень в целом но иногда попадаются неплохие варианты давайте посмотрим не пахнет кстати ничего вот просто не так давно пил рижская просто трехсосинская потом у меня кстати еще будет обзор если я его до обзора не выпью дымобруч по моему это тоже их завод в таком бочонке или медный обруч или обруч там какой-то или золотая бочка ну в общем бочонок как старый мельник у меня в холодильнике стоит бутылочка стеклянная вот тоже их завод по-моему ну в общем ладно посмотрим нефильтрованное это у нас пиво пастеризованное светлое нефильтрованное осветленное ну выглядит как-то так то есть мутновастенькое газиков так достаточно много в принципе но оно не прям уж оно именно мутновастенькое потому что вот я сейчас смотрю я вижу дно стакана так что оно не сильно там прям плотное ну запах трехсосинское рижское то же самое я не знаю ну такое знаете вот дешевенькое такое вот певцо вот ну вот трехсосинское вот выберешь светлые или рижское или это все один и тот же завод наливаешь тоже самый запах какой-то странный привкус но во-первых оно очень мягкое газов меньше чем в предыдущих двух напитках здесь прям поменьше этих газов не знаю как на вид но по ощущениям прям очень мало они быстро как-то выдыхаются не знаю то есть оно прям очень мягенько идет так но вкус не ну вы знаете кстати пойдет типа я не помню сколько оно стоит ну недорогое пойдет правда тут халтура да а 0.45 нет вот такая бутылка да то есть получается вот смотри может показаться что здесь больше но на самом деле написано 0.45 и здесь 0.45 ну как бы просто тут такое они конусообразную форму сделали для чего-то я не знаю ну как у хамовников короче нет на самом деле не пойдет это прям вот за там свои деньги я не помню сколько оно стоит типа пойдет но это далеко не лучшее нефильтрованное пиво по-моему лучше взять какое-нибудь что у нас там из бюджетного есть нефильтрованного на самом деле из бюджетного нефильтрованного пива прямо офигенного нет ну ладно сегодня у нас еще будут кореешки я их купил в КБ кстати не знаю почему-то по закускам сухарики там чипсы на сухарике вот самые интересные какие-то редкие виды они почему-то всегда либо в пивных либо в этих в КБ вот там в алкотеках типа того допустим я вот такие переешки нигде больше не встречал там в магните в пятерочке не видел никогда вот такие вот они видите как хрустим сделаны то есть не кубиками называется сладкий чили давайте попробуем стоили там рублей 30 что ли ну неплохо перешки вот ну я не очень люблю такие сухарики не знаю причем мне больше классические мушельешки нравятся ну и следующий вид это у нас крылышки баффало жаль что конечно не ножки буша ну надеюсь это будет тоже вкусно там были еще какие-то но всему должна быть мера странно пахнет вообще окурцами какими-то малосольными и чесноком опять кетчуп чувствуется ну или соус какой-то они тоже остренькие но так слегка песлинка есть соленый блин как будто я сейчас ем какой-то салат я прям чувствую какие-то овощи огурцы какие-то я не знаю как будто я ем овощной салат с хлебом и кетчуп или соусом я мясо не чувствую то есть это прикольный вкус это ну реально неплохо интересно так тоже такое кисло-солено-сладко овощное что-то но вот прям мясо я честно говоря не ощущаю мне кажется тут немножечко этикеткой ошиблись вот в общем-то к этому пиву подходит не на самом деле сухари ну гораздо лучше чем это пиво тем не менее будем выставлять рейтинг в общем-то отвратительного сегодня у нас на обзоре не было все три съедобные вполне и бюджетные но на первое место я поставлю барихинская реально первый раз для себя открываю этого производителя и ну с хорошей так сказать ноты мы начали свое знакомство мне оно понравилось опять же не помню сколько стоит в пределах сотки ну это прям нормально реально лучше там чем жигулевская жигулевская не жигули на второе место блин я даже не знаю не наверное на второе место все-таки я поставлю вот это и то тут наверное потому что просто выглядит прикольно потому что нефильтрованное я люблю нефильтрованное пиво ну и здесь все-таки ну пивной как бы такой вкус и все дела но это очень простенькое такое посредственное конечно нефильтрованное пиво на третье место Хольстон поставлю хотя на самом деле оно может занимать также и второе место потому что это просто такой вот стандарт вот просто вообще если у этого запах там насыщенный вкус насыщенный хотя по вкусу как бы ну просто но все равно какие-то есть такие знаковые моменты то это прям ну вот вообще просто и оно не оно все-таки на третьем потому что вода в воду оно выглядит посмотрите как оно как дюше темнее ну что то есть ну и по вкусу вот как будто 50 на 50 пиво с водой смешали и оно и выглядит так же вы видите он как зеркало мне кажется так и есть по вкусу запаху как бы более-менее но вот водянистость поэтому третье место это я считаю халтуру вот ну сухарики это 10 из 10 прикольные только вот эти какие-то странные мясо здесь не чувствуют к этим вопросам вообще нет спасибо за внимание друзья извините что ролик так надолго затянулся но я обычно когда выпиваю и рассуждаю больше тем когда курю там так далее так что пишите как вам вообще нормально что ролики такие длинные получаются в обзорах на пиво вот ну если нет то буду как-то может поменьше болтать более конкретно не знаю но вот так вот у меня пока что получается спасибо за внимание и всем пока